В 21.40 у нас произошла трагедия, сопряжено это со взрывом, причины и характер взрыва устанавливается. С этой точки взрыва сдетонировали емкости напротив стоящей заправки, в результате чего произошло возгорание и пожар. Вот та точка, где мы сегодня находимся, это по сути дела эпицентр трагедии. В настоящий момент в ликвидации последствий взрыва работают все службы, службы пожаротушения, спасатели, бригады скорой помощи, центры медицинских катастроф. В настоящий момент в основном эвакуация в медицинские учреждения завершена. Количество пострадавших на сегодняшний день в данный момент больше 60 человек, из них 12 погибших. В настоящий момент всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. В основном это люди, которые пострадали от ожогов и травм, полученных при взрыве, в том числе от различных предметов, стекла, конструкций и так далее. Развернут оперативный штаб, я его возглавляю. Сейчас продолжаются работы по пожаротушению на территории, где произошел взрыв. Хотел бы обратиться ко всем гражданам, ко всем жителям Махачкалы, соблюдать спокойствие. Ситуация находится под контролем. Еще раз хочу повторить, что все службы задействованы, выполняют свои задачи в соответствии с предназначением. В последующем на оперативном штабе будут приниматься решения по оказанию помощи пострадавшим, в том числе психологической, и помощи по восстановлению инфраструктуры данного участка, потому что это федеральная трасса. Для того, чтобы восстановить движение по федеральной трассе, с утра будут предприняты все меры. Еще раз хочу попросить, чтобы не поддавались граждане панике. Хочу попросить, чтобы родные и близкие не препятствовали работе служб спасения медицинским службам, особенно по местам эвакуации и доставки пострадавших. Врачи находятся все на местах. Все службы переведены, безусловно, в усиленный круглосуточный режим работы. Будем стараться в минимальные сроки принять все силы и усилия для ликвидации последствий трагедии. Спасибо.